Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то, после периода дождливых и холодных дней, накануне праздника Благовещения, выдался теплый и солнечный день. Самое время выехать из Иерусалима в Галилею и посетить город Назарет. Что я и сделал. Приглашаю вас вместе со мной совершить это путешествие. Этот год был особо щедр на дожди и как следствие повсюду буйства зелени и цветения. Иерусалима в Галилею Даже горы Иудейской пустыни в обильном зеленом покрове, чему, вероятно, радуются бедуины, выгоняя свои стада баранов и коз. Природа Галилеи и так прекрасна и значительно отличается от пустынных и засушливых регионов Израиля. А сейчас особенно радует глаз. А знаете ли вы этимологию слова Галилея? Что это значит? Сейчас узнаете. Происходит оно от еврейского слова Галь, что означает покатость, округлость или волну. Округлые горы Галилеи, как будто в волны перекатываются одна в другую. Посмотрите на эту, такую округлую, напоминающую стоксена гору. И это не просто какая-то гора. Это фавор. Именно ее почитают с ранних христианских времен за гору, где преобразился Иисус Христос перед тремя учениками. И просияло лицо его, как солнце, и одежды сделались белыми, как снег. И это было здесь. А есть горы Гильбоа, Кармель, места ветхозаветных битв и деятельности великих пророков. А гора Прыжка или Свержение, откуда открывается ошеломляющий вид на Израильскую долину, город Назарет и гору Фавор. Я сейчас в начале Евангельской тропы с горы Свержения в сторону Капернаума и хочу пройти несколько метров к этому замечательному пути. Я стою на вершине горы Свержения, а передо мной город Назарет, город Благовещение. Здесь Архангел Гаврил явил Матери Божией благую весть. Радуйся, Благодатная, Господь с тобой, благословенно ты в жена. Итак, с горы Свержения я еду в современный Назарет. Из древней существует традиция двух Благовещений Деви Марии. У Источника, когда Мария услышала голос Ангела, и в доме Иосифа, когда вновь предстал перед нею Ангел и сказал, «Не бойся, Мария, ибо обрела ты благодать у Бога». На месте первого Благовещения над Источником скромный православный храм. На месте дома Иосифа, где произошло второе Благовещение, католический. Традиционно считается, что об этом событии рассказала Дева Мария и евангелисту Луке. В подробностях Благовещение описывается в апокрифическом Протеевангелии от Иакова. Сегодня день праздника. У Церкви Благовещения в Назарете необычайно шумно, многолюдно и весело. Двунадесятые праздники в Святой Земле весьма самобытны и необычны. Гремят барабаны, дудят волынки, арабских скаутов и бегают нарядные дети. Маленький храм переполнен людьми, пришедшими на праздник. Я очень рад тому, что побывал здесь накануне. И хотя у Источника Божьей Матери почти невозможно побыть одному, из-за бесконечной вереницы туристов и паломников, посещающих храм, все же выдалась минута покоя и тишины. И вот оно, настроение праздника, тайна благовещения в тихом журчании воды. Современный храм построен в 1750 году и освящен честь Благовещения. Но многие, по традиции, сохранившиеся еще с XII века, называют этот храм церковью Архангела Гавриила. Именно так церковь над Источником упоминает древнерусский паломник Даниил, посетивший это место в начале XII века. Особо выделяется в храме резной иконостас из дуба ручной работы, выполненный греческим мастером Андреем Измаесом. В 1767 году иконостас подарил храму греческий купец, пожелавший остаться неизвестным. В конце 70-х годов XX столетия художники из Румынии Михаила Гавриила Марасан расписали интерьер храма фреской. Источник Благовещения, главная святыня храма, располагается в древней крипте. Субтитры создавал DimaTorzok Католическая базилика Благовещения построена в 1969 году по проекту итальянского архитектора Джованни Муцио в стиле открытого бетона на месте древней церкви, упоминаемой еще блаженным Иронимом в IV веке нашей эры. Это самая большая христианская церковь на Ближнем Востоке. В крипте нижнего храма находится пещерная часть дома святого семейства и остатки древних церквей. Отличительной чертой верхней церкви этого комплекса являются грандиозные мозаичные полотна. В галереях вокруг храма расположена экспозиция изображений Божьей Матери глазами католических художников различных стран мира. Божьей Матери «Божьей Матери» и «Божьей Матери» «Божьей Матери» «Божьей Матери» изображение и щихай «Божьей Матери» изображение Согласно Евангелию, Дева Мария тотчас после Благовещения с поспешностью отправилась в сторону Иерусалима в горнюю страну, в град Иудов, и три месяца пробыла здесь, в доме своих родственников Захарии и Елизаветы. Незадолго до этой поездки в Горненском монастыре в Иерусалиме я увидел Назаретский ирис, что меня весьма удивило, ведь обычно этот эндемический цветок встречается в горах и склонах окрестностей Назарета. И Назаретский ирис, который встретился мне не в Назарете, а именно в Горненском женском монастыре в Иерусалиме, напомнил мне об этом путешествии Божьей Матери из Назарета в Горнюю страну. В завершении нашего путешествия мы снова на некоторое время окажемся на горе свержения. Сейчас я нахожусь в начале Евангельской тропы. Это историческая реконструкция так называемой Евангельской тропы. Длина ее составляет 65 километров и начинается, как мы видим, по этим камням из города Назарета. Затем она проходит через обзорную площадку горы свержения. Продолжается далее на запад, в сторону селения Кана, где было совершено первое чудо спасителя Иисуса Христа. Далее дорогов Хетиновых, Хорне Кетин и горы Арбель, продолжая по северо-западному берегу озера Генесарецкого или Галилейского моря. И заканчивается 65-километровый путь в знаменитом месте, известном под названием Капернаум или селение Наума. Здесь Иисус Христос совершал множество чудес. Обычно эту тропу евангельскую или тропу Иисуса Христа, как ее еще называют, разделяют на 4 дня короткими остановками. И эта историческая реконструкция, Госпел Трейл, евангельская тропа, была придумана двумя путешественниками, израильскими и американскими. Отсюда начинается эта тропа. Можно, в принципе, продолжить путь в сторону селения Камы. Вот таким вот Назарецким лесом, как вы видите. Возможно, наше следующее путешествие пройдет по местам евангельской тропы. До свидания и до новых встреч! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.